Это итоги недели в студии Мария Бересневича. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих семи дней. Всенародное обсуждение, пассивная кампания и упрощенный въезд. Беларусь ввела безвизовый режим для поляков во всех пунктах пропуска. Насколько? Современная переправа. Реконструкция Титовского моста вышла на новый уровень. Сейчас производится наладка гидравлического оборудования. Когда завершатся работы? Вкусы качества. Бавруйские компании завоевали награды на продэкспо-2023. Бавруйский мясокомнат – это современное предприятие, которое не стоит на месте и идет ногу со временем. Сколько медалей в копилке? Агрессивные пауки. В стране появилась субкультура ЧВК Рёдан. Тем, кто старше 16 лет, дополнительно грозит административная ответственность. Чем опасна группировка? Есть вопрос – дадут ответ. Адвокаты проведут бесплатные консультации. Все профессионалы высокого уровня, многолетним опытом работы. Куда обращаться? Железнодорожная катастрофа, денежная компенсация и длительная засуха. Северный регион Испании планирует ввести ограничения на потребление воды. Кто пострадает? Надежный партнер. Трехдневный визит президента открыл новые горизонты сотрудничества Белоруссии и Китая. Кортеж во главе с клином мотоциклистов, рота почетного караула и артиллерийский салют из 21-го залпа. Уровень отношения к нашей стране показывает теплый прием Александра Лукашенко. Насыщенная программа встреч с высшим руководством страны и крупным бизнесом позволила достичь договоренностей, которые оцениваются в 3 миллиарда 560 миллионов долларов. Документы касаются развития отношений в самых разных сферах, включая инвестиции, сельское хозяйство, поставки продовольствия, здравоохранение, строительство, промышленность, спорт, туризм и медиа. Вы знаете, что мы крайне заинтересованы в развитии автомобилестояния в Беларуси. Вчера на переговорах с моим другом Сидинфин я попросил его, чтобы он поддержал мою инициативу по сотрудничеству с вашей компанией. Он мне сказал, что это государственная компания, я поддерживаю контакты специалистов в Беларуси с этой компанией, и насколько это нужно для развития отношений, готов помогать. Наш интерес к вам, вы знаете, вы делаете хорошие автомобили. Если у вас есть желание и стремление работать в Беларуси, я к вашим услугам. Я хотел бы, чтобы мы создали настоящий автомобиль в Беларуси вместе с вами. И если мы хотим получить эффект и успех, это надо делать сейчас и очень быстро, когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции. За последние десятилетия наши страны связали большие проекты, настоящие локомотивы экономики. Один из самых успешных – индустриальный парк «Великий камень», где производит высокотехнологичную продукцию. Он стал магнитом для инвестиций со всего мира. Что касается торговли Китая в тройке наших партнеров. Политическая партия, приятная надбавка и не чужие дети. Беларусы стали активнее усыновлять сирот. Сколько малышей обрели второй дом? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Опубликован проект политической партии «Белая Русь». На официальном сайте организации заработала и форма обратной связи с гражданами. Каждый сможет задать интересующие вопросы, внести предложения и пожелания. Их обязательно учтут при подготовке финального варианта программы. Народное обсуждение будет проходить в таком же формате, как и в преддверии референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Республика до конца года ввела безвизовый режим для поляков во всех пунктах пропуска. Ранее он действовал только на белорусско-польском участке, который теперь практически полностью закрыт соседней стороной, в том числе и для собственных граждан. Наше государство придерживается политики добрососедства, несмотря на политические выпады. В прошлом году по безвизу Синеокую посетили свыше 103 тысяч иностранцев. Зарплаты бюджетников вырастут на 16%. Изменения коснутся таких отраслей, как здравоохранение, образование, культура, спорт и соцобслуживание. На эти цели предусмотрено выделение 15 миллиардов 600 миллионов рублей. В стране сделано многое для достойной оплаты труда. С 1 января увеличилась и базовая ставка. В дальнейшем республиканский бюджет сохранит свою социальную направленность. Пассивная в этом году начнется раньше обычного. Аграриям поставлена задача подготовить технику уже к началу марта. Сейчас активно проводятся ремонтные работы. Почти 90% тракторов и агрегатов уже дожидаются выхода в поле. В межсезонье Беларусь обеспечена сельхозпродукцией впрок. В специальное хранилище поступили более 144 тысяч тонн картофеля, других овощей и яблок. Беларусы стали активнее усыновлять детей. Только в прошлом году второй дом обрели 438 человек. Это на 66% больше, чем в 2021. Всего на воспитании находится 12 296 малышей, которые остались без попечения родителей. Сокращается число интернатов. Плюс развиваются детские дома семейного типа. Сегодня их 309. Там живут 1864 ребят. За качество и отменный вкус. Бабруйские предприятия завоевали награду на международной выставке «Продэкспо-2023» в Москве. В лидерах «Красный пищевик». В его копилке сразу 6 гран-при. Россияне также оценили продукты от бабушкиной крынки и мясокомбината. Далее о секретах отечественных брендов. Идти в ногу со временем, работать на совесть и без оглядки на санкции. Секрет успеха «Красного пищевика». Здесь изучают лучшие мировые практики и внедряют самые перспективные из них на отечественном рынке. Плюс разрабатывают новые уникальные сладости. Они завоевывают не только сердца покупателей, но и победы в конкурсах и профессиональных дегустациях. В обручании возвращаются целые россыпьё наград с международной выставки «Продэкспо-2023». В копилке сразу 6 гран-при. Гордостью нашего предприятия является выпуск конфет «Золотая пчёлка» – желейных на карагинане с начинкой. Продукт является инновационным и импортозамещающим. На сегодняшний день выпускается 5 СКЮ, среди которых есть такие вкусы, как апельсин, малина, вишня, дюшес, а также одна из СКЮ – миксованные вкусы. Жюри по достоинству оценивает оригинальный вкус халвы с солью, да и посетители в восторге от белорусской новинки. В лидерах также изысканное драже, перепелиные яйца. Рецепт сладкого шедевра – хрустящая сахарная глазурь, натуральный шоколад, жареный арахис и непревзойдённое мастерство бобруйских кондитеров. Наград удостаиваются яблочная пастила и два вида зефира. В наших планах в 2023 году в Славгороде освоить производство жевательного мармелада уникальной формы и с уникальным вкусом. Но что это за форма и что за вкус, мы пока не будем расставать карту. Бобруйский мясокомбинат тоже приезжает с международной выставки не с пустыми руками. Абсолютная новинка 2022-го – колбаса домашняя из печи завоёвывает золотой медаль и диплом победителя. Полукопчёное изделие из свинины, сдобренное пряными специями, обходит всех конкурентов. Предприятие постоянно расширяет ассортимент. Например, в прошлом году всех поразил мраморный сервелат с добавлением угля. На 2023 год запланирован выпуск новинок из разных ассортиментных групп. На данный момент ассортиментный портфель бобруйского мясокомбината насчитывает более 150 номинований. Поэтому мы будем радовать своих покупателей новыми вкусными продуктами. Бабушкина Крынка становится лучшим предприятием года и лидером по количеству наград. 43 и все высшие пробы. Диплом победителя и у бобруйского филиала. Приза удостаиваются сразу два товара. Ультрапастеризованное молоко и деревенский творог. На заводе в сутки производят от 12 до 14 тонн полезного продукта в различных модификациях и упаковках. Лодочки, брикеты и хит-продаж. Пакеты по 400 грамм. Плюс сметана, сливки, коктейли. Ассортимент порядка трёх десятков наименований. Производство качественного и натурального продукта – это технологическая цепочка. Начиная от входного контроля сырья и вспомогательных материалов, процессом производства, контролем на каждом его этапе и заканчивая до реализации готового продукта потребителю. В списке покупателей Китай, Армения, Казахстан, Грузия, Азербайджан и Узбекистан. Но первое место у России. Порядка 90% экспорта. И не случайно. Наши соседи ценят бобруйскую молочку за верность традициям и умение находить золотую середину в сочетании старинных рецептов и современного технологического подхода. Подтверждение этому – сертификат на право маркировки товаров знаком «натуральный продукт». Такую маркировку может получить только продукция, которая прошла оценку соответствия требованиям стандартов в аккредитованных независимых лабораториях. Это соответствие гарантирует, что продукция, а также сырье и вспомогательные материалы, с использованием которых она была произведена, не содержат даже потенциально опасных компонентов. Белорусы в очередной раз доказывают – качество и натуральность наших товаров дадут фору любым европейским аналогам. И пока за рубежом пустеют полки магазинов, на внутреннем рынке отмечается стабильный спрос. Удовлетворить его – задача, поставленная президентом. Мясо и молоко обеспечивают сейчас самые прочные показатели в вопросе продовольственной безопасности. А значит, есть возможность накормить не только себя, но и других. Минздрав в ближайшие 2-3 недели ожидает улучшения ситуации с респираторными инфекциями. Сейчас страна пребывает в традиционном периоде эпидемического подъема. Распространению вирусов способствует неблагоприятная погода. Поэтому медики призывают белорусов соблюдать все правила безопасности. COVID-19, напомним, исключили из заболеваний, которые представляют опасность для здоровья населения. Он был внесен в список в 2020-м. С тех пор вакцинировались свыше 6,5 миллионов человек. Если у вас после основного курса вакцинации прошло полгода и более, вы можете обратиться в свою территориальную поликлинику для получения бустерной вакцинации. Бустерная прививка разрешена детям и подросткам с 5 до 17. Проводится процедура каждые полгода. Можно в один день сделать укол как от коронавируса, так и, например, от гриппа. Реконструкция Титовского моста вышла на новый уровень. Готовы 6 опор и 7 земляные насыпи со стороны Бавруйской Рогачева устроены на 90%. Специалисты уже приступили к важному этапу – надвижке металлической конструкции в пролетное строение между опорами. На объекте круглосуточно работают 50 сотрудников. Задействовано около 20 единиц техники. О масштабном апгрейде Татьяна Горбач. Титовский мост для города не просто инженерное сооружение, а живая транспортная артерия, которая открывает бобручанам дорогу на Гомель, Киев и Москву. Его возводят в далеком 57-м взамен разрушенной в годы войны переправы. Но время берет свое. В 2017-м путепровод признают потенциально аварийным и вводят ограничения по массе автомобилей. В декабре 2021-го начинается масштабная реконструкция. На сегодняшний момент 6 опор из 7 нового моста уже готовы на 100%. Устроены на 90% земляные насыпи подходов к мосту со стороны Бобруйска и со стороны Рогачева. Собран и сварен первый этап надвижки металлического пролетного строения. Сейчас производится наладка гидравлического оборудования. Реконструкцией занимаются сотрудники Треста, Мостострой. За правый берег отвечает Бобруйская ДСУ-16. За левый – дорожно-строительное управление из Рогачева. Проектировщик Белгий Продор. На объекте задействовано около 20 единиц техники. Экскаваторы, грейдеры, катки, самосвалы и бульдозеры. В режиме 24 на 7 трудятся 50 специалистов. Сейчас за моей спиной происходит надвижка металлической конструкции. Это один из самых ответственных этапов в строительстве. Требует особой ювелирности, чтобы позволить мосту точно выйти на противоположный берег. Этот процесс небыстрый. Движения постепенные – по 15-20 метров в день. Металлоконструкции пролетного строения изготовлены заводом «Протос». Их основные элементы – балки коробчатого сечения. Вес каждой от 8 до 25,5 тонн. Сталь особо прочная, способна выдержать большие нагрузки. Задача строителей – сделать быстро, не теряя в качестве. Но, как говорится, всему свое время. На данный момент ждем благоприятных погодных условий в виде теплой погоды. Ждем, чтобы оттаяла наша насыпь. И будем приступать, в первую очередь, к укреплению откосов монолитным бетоном. Ну а дальше по порядку установка бордюра, устройство дорожной одежды, асфальтобетонного покрытия. Весной 2022-го строительные работы здесь остановились из-за прекращения финансирования со стороны Европейского банка реконструкции и развития. Но вскоре деньги нашлись в бюджете. В августе возведение моста Дублера возобновилось. Сейчас идет с заметными темпами. По плану путепровод должен быть готов во второй половине этого года. Новый мост будет шире, на 7 метров старого моста. Будут три полосы движения. Будет широкий тротуар, 4,5 метра, из которых 2,5 метра это будет велодорожка и 2 метра будет пешеходная зона. По плану, когда закончат новый мост, начнут модернизацию старого. На выходе будет два независимых путепровода длиной 252 метра. Параллельно со строительством транспортной артерии на подходе к ней расширятся Береговая и Рогачевская. Каждая улица примерно на 500 метров. Реконструкция, напомним, запущена в рамках госпрограммы «Дороги Беларуси». Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Дела семейные. Бобруйские адвокаты в понедельник проведут бесплатные консультации. Акции действуют в преддверии Дня женщин, поэтому обращаться к специалистам за юридической помощью могут только представительницы прекрасного пола. Главное, чтобы вопросы не были связаны с ИП и не требовали ознакомления с документами. Консультируем мы по гражданским экономическим делам. Консультация работает более года. У нас в составе 6 адвокатов. Все профессионалы высокого уровня, многолетним опытом работы. Поэтому, если обратитесь, то получите качественную и квалифицированную юридическую помощь. Как показывает практика, большинство вопросов во время таких акций связаны с семейными отношениями, социальной поддержкой и трудоустройством. Адвокаты ждут по адресу Октябрьская, 149А, с 9 до 16. Подростковый бунт. В Беларуси появилась новая субкультура. Призывы к незаконным действиям, неконтролируемая агрессия и ненормативная лексика. ЧВК Редун возникла в качестве подражания японской мультипликации преступной группировки. Она известна участием ее сторонников в массовых драках в торговых центрах. Подобную попытку на днях пресекли в Гомеле представители МВД. Как не попасть в лапу паука, расскажет Елизавета Липеева. В Гомеле правоохранители предотвратили незаконную массовую акцию. Представители новой субкультуры ЧВК Редун собрались в торговом центре по призывам в социальных сетях и мессенджерах. Среди 200 задержанных, 183 несовершеннолетних, все доставлены в милицию. Личности администраторов пабликов установлены. Возбуждено уголовное дело. Подростки до 16 лет будут предупреждены с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16 лет, дополнительно грозит административная ответственность. Субкультура возникла на основе японской мультипликации Hunter x Hunter о преступной группировке гений Редан. Участники подражают персонажам аниме. Носит клетчатые штаны, черную одежду с изображением паука с 12 лапами и цифрой 4. В Японии она имеет схожее произношение со словом «смерть», из-за чего и ассоциируется с чем-то плохим. Подобные случаи на территории других стран где-то слышали, читали? Да, слышала, читала. А чем они заканчивались? С убийством, сильными избиениями, массовыми драками. Вы не кажется, что это жестоко по отношению к сверстникам? Это жестоко, я сейчас об этом очень сильно жалею. Это того не стоило. Это полная дикость. Агрессивное движение зародилось в России. В торговых центрах страны произошли крупные стычки между так называемыми оффниками, околофутбольными фанатами и представителями ЧВК Редан. Сторонники этих субкультур предпочитают с помощью драк решать вопросы. Причина конфликта – неприятие внешнего вида. Задержание бунтующих подростков также прошли и в городах Украины. Агрессия позволяет ребятам сплотиться между собой и делает их мир более защищенными. Таким образом они как будто бы сбиваются в стайке. Проблемой это является тогда, когда агрессию переходит в насилие, и здесь уже на помощь к ребенку должны приходить его родители и другие взрослые, объясняя, что на самом деле можно, а что нельзя. В социальных сетях стремительно набирают просмотры ролики, которые продвигают новую субкультуру. Увеличивается количество подписчиков в группах и чатах. Некоторые публикации содержат ненормативную лексику и призыв к противозаконным действиям. Еще несколько дней назад об этом движении ничего не слышали. Сейчас уже многие знают, что это такое. Да, слышал, но не обращай на это просто внимания, потому что я таким не хочу заниматься. В ТикТоке, в рекомендациях этого очень много всего. И в сообществах ВК, 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 там все это есть. На первый взгляд может показаться, что причастность к ЧВК Рёден просто желание выделиться. Но несколько лет назад «Синикит» унес жизни многих подростков. Так дети выполняли задания незнакомых людей в социальных сетях. Работники сферы образования уже знакомят родителей с информацией о новой субкультуре. Убедитесь, что ваш ребенок вне опасной игры. Елизавета Липеева, Максим Галеонко. Итоги недели. Пост президента столкновения поездов и предупреждения ученых. Сейсмолог из Нидерландов предвещает мегаземлетрясение в Турции. Какой магнитудой? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. За февраль в Турции произошло около 11 тысяч авторшоков. Погибли, по последним данным, свыше 45 тысяч человек. О трагедии, кстати, предупреждал сейсмолог из Нидерландов. Фрэнк Хугербиц заявил, в марте должно случиться мегаземлетрясение магнитудой 8,5 баллов. По мнению ученого, толчки затронут Камчатку, Курилы, Японию и Индонезию. Причина – взближение геометрии Земли, Меркурия и Сатурна. В Греции случилась страшная железнодорожная авария. Произошло лобовое столкновение пассажирского поезда с грузовым. Начался пожар. Четыре вагона сошли с рельсов. Первые два оказались почти полностью уничтожены. По последним данным, погибли 40 человек, больше 130 пострадавших. Северный регион Испании планирует ввести ограничения на потребление воды для почти 6 миллионов человек. Система, которая питает большую часть района, загружена только на 27%. Суть нововведений в том, что частные садовые участки и общественные места больше не будут поливаться. А сельхозпредприятия должны сократить использование H2O на 40%. За сухой последние два года сталкиваются также в Италии, Франции и других странах Западной Европы. Во Вьетнаме избрали нового президента. Им стал 52-летний Ву Ван Тхеонг. Церемония вступления в должность главы государства прошла сразу после оглашения результатов голосования. Он родом из Южной провинции. В разные годы трудился в Союзе коммунистической молодежи страны. А в июне 2007-го был избран депутатом национального собрания. Предыдущий лидер ушел в отставку. Власти Сан-Франциско готовятся проголосовать за выплату репараций потомкам африканских рабов. Каждому наследнику здесь намерены выдать компенсацию в размере 5 миллионов долларов. Городской совет не смущает тот факт, что сумма составит 14 триллионов. А это ни много ни мало два годовых госбюджета Соединенных Штатов. Впрочем, свои долги страна давно научилась взваливать на плечи всего человечества. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бавруйск-360» и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин